Матрица сознания человека и о природных проводниках темной материи. Так сложилось, что жизнь меня поселила в такое место и вообще приехала в Забайкалье. И вот дальше повышенный интерес привел, показал определенные места в Забайкалье. Значит, вот эта зона, где был найден артефакт, о котором я буду дальше рассказывать, она вся обозначена плитой, карстовой плитой. Это небольшая прослойка песчаника. И так сложилось, что с геологом исследовали эту зону. И там, значит, есть у нас озеро. И видно, очевидно, точнее, что это озеро образовалось из-за падения метеорита. Оголился, значит, такие рваные есть куски там. И на одном, значит, на одном куске, значит, был обнаружен небольшой такой барельефный вариант. И было ощущение, что это очень даже непростое дело, как-то связано с космосом, возможно. Вот. И приехала ко мне женщина, значит, и мы с ней поинтересовались, а что там. То есть начали потихонечку раскапывать. И так сложилось, что, значит, она одну часть копала, я другую часть начала раскапывать. И там мы обнаружили ребенка. То есть в таком барельефном варианте ребенка. Вот. Год. Мы все это потом закрыли. Информация потихоньку просачивалась как-то вот телепатически, еще как-то так. То есть выстраивалась такая, скажем, чуть ли не теория. То есть много что показывалось. Ну вот когда человек просыпается так, то вот это состояние между сном и бодрствованием, да, это вот такое пороговое ощущение, значит, и на этом вот уровне, значит, дошла информация. Год простоял, вот это все в закрытом варианте, так. И затем, значит, вот беседовали с москвичами, значит, все прочее. И появилось желание пригласить москвичей для того, чтобы дальше копать. И, значит, вот сейчас мы покажем вариант. Первый, значит, это, сейчас, секунду, так, 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 это девятый. Девятый. Нет, девятый. Да, вот этот. Это вот уже немножко смели венечком там. И как бы стало очевидно, что здесь что-то есть, но до конца непонятно, так. И начали вот здесь копать. Вот я с этой стороны начала копать, значит, и здесь вот обнаружился ребенок. А женщина начала вот здесь подкапывать, и вот было ощущение, что оттуда идет очень мощная вибрация. Так, значит, следующий вариант ребенок, одиннадцатый, так, это вот, вот это, вот это, одиннадцатый, следующее, 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 вот здесь, вот здесь, следующее. Значит, это начальная вот раскопка, так, значит, вот этот песок, он, значит, спрессованным в виде идет, очень спрессованный настолько, почти до цемитированного состояния. То есть его можно было вскрывать только по випу ладони, буквально по миллиметру, вот скрипками. Вот, и вот следующая картинка идет, так, вот это, нет, не это. Вот это. Так, это вот, в этом положении мы его бросили и закрыли, и вот год он простоял. Так, и, значит, дальше тринадцатый вариант. Значит, открылась вот такая площадка, где-то три метра здесь вот так, и шесть метров в длину. Значит, здесь, значит, вот это регионок идет, так, уже полностью очищен, это вот, когда еще приехали, значит, помощники очень хорошие. Вот, и, значит, здесь вскрыли. Значит, более подробно, если вернуться к девятому, к девятому, да. Значит, значит, здесь видно, тогда стало понятно, что это такое. Значит, здесь видно толстый кишечник, так, ну, это наша чакра нижняя, так. Значит, вот здесь вот, ну, я уже сразу буду говорить, что это матрица создания человека, так. И тогда будет понятно, значит, здесь находится, как бы, его душа, так. Здесь одна система кровообращения идет, вот отсюда из этой точки выходит, так. И вторая система кровообращения. Это легкие три лепестка, значит, таких легких, так. И там уже, вот, дальше здесь мозговая часть, и дальше, значит, будет идти сейчас, вернуться надо к тринадцатому варианту. Так, это вот мозговая часть. И сейчас я буду уже, наверное, говорить о том, что вот ребенок, его везет как бы некая насекомая. Тринадцатый. Почему-то у вас не по порядку здесь, не выскочил у вас по порядку. Вот некая насекомая. Значит, ребенок занимает где-то длину с метр, так. И ощущение, что есть это годовалого возраста, потому что голова занимает одну треть от туловища. Это обычно ребенку год. Далее, значит, вот, смотрели, разглядывали вот это, вот, как бы лицо изображение. Чувствовало, что все-таки это какой-то чуть ли не жук-носорог. Но, может быть, тот, кто это создавал, возможно, он не сильно в детали вдавался, так скажем. Главное, заложить информацию. И далее, значит, пятнадцатый, это, да, четырнадцатый. Это тот же ребенок с другой стороны. Так. И тоже вот эта вот, та же самая голова, вот, как бы, выдающаяся часть такой, как бы, нос и нос, ну, жук-носорог, да. Вот, вот эта вся деталь занимает где-то полтора метра. Вот. Вот эта же часть, значит, она, как бы, оказалась искусственной. Отличается сильно, это твердый очень песчаник, так, камень-песчаник. Это тот песок, вот здесь вот еще детали видны, песок, который очень трудно, а, кстати, когда песок до такой степени сцементированный, археологи уже стоят 350 миллионов лет. Вот. А вот эта часть, или топориком стучали, видно, он здесь отметки, значит, да, и он не подается. То есть, достаточно твердый, но не камень. Ощущение цемент или бетон. Вот. И я теперь попрошу, где раскопы у нас идут. Значит, это... Первый. Первый, да. Ну, вот, человек, который здесь сидит, видно, что участвовал в этом. Значит, потребовалась вот эта часть, где уже вот мозговая, там грунт поднимается резко вверх, так, и где-то метра полтора высотой, значит, здесь находится вот этот супертвердый песок. Поэтому колоннам пришлось его вырубать. Да, следующая картинка, да. Так, значит, и пятая, так, картинка, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Так, пятая, шестая. Так, вот мозговая, вот, видно, почти глинистая, исчерпывали, это уже намокшая. Здесь всё водой заливали, потом уже невозможно было отрывать. Так, дальше. Вот рубится топором, вот эта часть. Видите, здесь достаточно приличная глина. Так, хорошо. Теперь мозг подденький. Сейчас по деталям, если вот так вот мозг показать, значит, так. Мозговая часть, так, очень представляла такой большой интерес, значит, Небольшое предисловие, значит, скажу в какой части. Когда всё раскопали, нас как бы так немножко приземлило, вроде бы захотелось отдохнуть, полежать, глаз почему-то закрылись, так, и вдруг пошла информация, так. Тяжесть такая навалилась, так. И дальше, значит, так сложилось, что мне пришла такая картинка, что вот этот весь артефакт, значит, окружили, ну, скажем, вид необычный, но видно, что они живые. А вид у них был очень необычный. Значит, это были треугольники, так, живые треугольники, представляете. Значит, по ширине плеч низ, дальше высота 2 метра, так. И резко очерченный, значит, этот треугольник как бы состоит из... не то, что вложенный, вот один треугольник, жёлтая полоса идёт, так. Потом ещё идёт чёрная полоса, жёлтая очень... А, оранжевая, извиняюсь, очень жирная, да, полоса. И там, где, по идее, должна быть голова, значит, там такой темноватый идёт, значит, вот этот треугольник, то есть он очерченный, макушка как бы, так, очерченный. Они вот так вот заходили, застали по краям, значит, так, и изгибаясь, они плоские, треугольники плоские, вот так изгибались и просматривали. Потом информация идёт такая, что мы там, там, выглядим по-другому. Вот. И, ну, очевидно, это какие-то программы оттуда спущенные. Откуда спущенные? Спрашивали, я интересовался очень много этим вопросом, значит, так. Откуда спущенные? Орион, Сириус, вот что-то вот, вот такие вот вещи. То есть это до конца ещё вот вопрос не касалось. Но когда была озвучена вот эта информация, потому что лежали все, так, и вот Анатолий, его зовут Анатолий Хабанов, значит, он увидел, подтвердил мне, что их было пятеро. То есть мы вдвоём увидели вот эту вот, вот этих товарищей. Есть ещё дальше продолжение, очень интересное. Значит, знакомая в Москве, значит, Елена Саграда, она звонит мне на следующий день и говорит, я видела сон. Она не видела ни снимков, ничего. То есть просто мы с ней знакомы, и всё. А и вдруг она видит вот такой сон, что на небе открывается в виде бублика, значит, отверстие, так, и оттуда идёт передача. Ну, примерно она знала, что я где-то вот занимаюсь раскопками, там, вот и всё прочее. И якобы через это отверстие идёт передача информации. Так, и потом мы это отверстие заделывали, потому что это опасно для нас, землян, ну, земных людей. Вот. Потом, значит, родился, скажем, такой проект, как бы написать, взять информацию со сказки Пушкина, сказка о цели Салтане. Ну, и дальше продолжаем. И по мотивам этой сказки, значит, была дана расшифровка. Но я так понимаю, что эта расшифровка дана с помощью этого артефакта. Она идёт, здесь речь идёт о матрице, который нам передал Пушкин. И чтобы вот не быть голословной, значит, я назову несколько фактов, значит, что это послание обращают нам, землянам, нашему современнику. Ну, примерно так. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Так, как бы я была царица, то на весь бы мир одна, над полотна. Полотно на весь мир. Что это? Это плотная материя, эфирная. То есть это, по сути, значит, информация о кристаллической решётке. Если в Библии говорится о сети, сеть, значит, где Иисус Христос ловит сетью души человек, то у сети крупная ячейка. А здесь, значит, получается, по Пушкину плотная. Далее смотрим. Как бы я была царица, то на весь крещённый мир приготовил бы я пир. Потому что у полотна нити перекрещиваются и достаточно плотные. То есть просеивается всё наше духовное восприятие, там, очарование, там, и всё прочее, творческие процессы проселиваются через очень плотную кристаллическую решётку. Вспомним, мне так давно, значит, ходило такое понятие кристаллическое сознание Христа, значит, кристаллическая решётка. То есть это вот другие измерения, понятно, здесь немножко есть такое. Вот. И далее. Как бы я была царица, то для батюшки царя родила богатыря. То есть богатырь – это новый человек. Новый человек. И дальше что начинается? Очень интересная вещь. Я просто только момент, и те, как… Всего ключей семь. Я все не буду называть. Просто я почему связываюсь ещё с этим артефактом, потому что там есть детали, очень конкретные детали, говорящие о том, что вот… Ну, пойдём дальше. И что? Когда родился этот человек, то царю Салтану, который уехал на войну, царю Салтану сообщили, что… ложную информацию, так, что типа родила царица к исходу сентября, значит, родила царица мночь, не то сына, не то дочь. Ни мальшонка, ни лягушку, а неведомо зверюшку. Что у нас сейчас происходит, творится-то вообще? Вот примерно мужчины в женщин, превращаются в женщины в мужчин. Так, и есть ещё такая вещь, например, что зверюшка неведомая, это красится и в змей пытается превратиться, значит, и если говорить о Евровидении в Швеции, значит, там конкретно звери в зверском обличье выступали, значит, с этого. Так, и далее, значит, что было передано ещё через артефакт? Значит, я попрошу 19-й. Сейчас, говоря. Значит, что было передано? Порталы, порталы и порталы. Значит, суть порталов знакомства людей с иными измерениями. В стихах были переданы конкретные проходы именно в стихотворной форме, значит, вот по итогам является вот эта книга «За гранью грань», где, значит, есть введены такие стихи, где именно каждое слово, как бубен, в голове отражается и на подсознании уходит и далее, значит, человек попадает с 11-е, 12-е, 13-е, 14-е, 15-е, 16-е измерения. Можно попасть. Так. И далее, я, значит, хочу сказать, порталы выражаются в конкретных инженерных приборах. Как бы. Вот один из порталов. Это дверь называется. дверь. Дверь. Если мы соприкасаемся даже мысленно с этим пространством, так, вот здесь такое чувство, что вот эта пленка, разделяющая вот этот, наш мир и другой мир, тонкий, так, она настолько прозрачна, что меняет наше состояние, кровь, значит, есть большие еще двери, где можно просто пройти конкретно. Так. И вот это исцеляющий, очень хороший аспект, значит, идет, но самое это интересно, что человек здесь меняется очень активно в голове. В какую сторону? Уходит плесень жизни, человек начинает видеть пространство, озонировать его своими мыслями, потому что здесь только положительная вибрация идет от человека. Только. Как бы он даже, может быть, иногда съязвил, как бы захотел что-то сделать нехорошее, не получится. Все равно будет, значит, гармоничный уровень. И вот о темной материи я уже, конечно, не дохожу, так, но картинки, да, вот маленькие дверки, значит, это вот такие дверки, вот такие, так. Есть еще губликовый вариант, это тор, это тор, значит, так, и это тоже проводники, проводник, значит, в темную материю. Так, и я покажу, значит, очень интересный снимок, где вот так. Да, вот этот двадцать девятый. двадцать девятый. Зона. Человек вошел в эту зону темной материи, и вот этого не было на самом деле. Так, и, значит, он что-то нарушил в этом пространстве, и дальше мы смотрим тридцатый, тридцатый, следующее. Вот такого вида он в этой зоне стал. На самом деле он моложе, так, и, значит, вот, так он выглядит спустя три часа. Так, тридцать первый. Там мгновенно вроде как состарился, так, но позже, уже выйдя оттуда, он спустя три часа для разницы мы его сфотографировали, так он выглядит вот таким образом. То есть это такой проводник, это какое-то наше, это какой-то выход иное, конечно, измерение, так, и по сути вот эта энергия очень-очень лечебная. Но если говорить о Вселенной и темной есть энергии, темная материя, темная энергия 74%, а темной материи 22%, и она отстает сильно, и если мы до баланса не дойдем, считаясь расширение значит все расширяет темная энергия, все расширяет и соответственно ведет к гибели Вселенной. Так, если темная материя бы победила, то тоже была бы гибель Вселенной. Но пока она сильно отстает и по идее нужен вот этот баланс 50 на 50. Ну, вот, пожалуй, все. Вопрос. Да. Вы же работаете с энергиями, и когда появляются плодмойды около людей, и, как правило, что они за собой несут, о чем предупреждать? Плазмоиды это вы имеете где? Что? Вообще? Вообще, да. Это очень нехорошо. С одной стороны, вот эти плазмоиды, они гасят жизненную активную энергию, в какой-то мере, это не очень хороший вариант. Так, еще есть? Все. подожди.